МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача «Х-ракурс». Передача, цель которой – рассмотрение интересующих нас вопросов с других ракурсов. Итак, мы продолжаем передачу, во время которой мы рассматривали тему благодати. Посланник Ефесянам говорится, благодатью мы спасены через веру, и сей не от нас, то есть Божий дар. Рассмотрение этой темы нам помогает пастор Церкви Слова Жизни в Калифорнии, город Лос-Анджелес, Леонид Малько. Здравствуйте, пастор Леонид. Здравствуй, Баграт. Здравствуйте, дорогие телезрители. И директор ТБН Армении Арсен Ашов-Атуян. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую вас, пастор Леонид, Баграт, дорогие телезрители. Как хорошо снова собраться вместе в студии. У нас в первой передаче была очень интересная тема. Мы рассматривали понятие благодать Божия. Сегодня мы рассмотрим ее немного с иного ракурса. Пастор Леонид. В наши дни распространилось учение, такое учение о благодати, согласно которому, если человек однажды спасся, если он однажды принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, то это навсегда, это навеки. Что бы он ни делал, в каком бы грехе он ни оказался, он не теряет ни спасения, ни благодати. Да, это важный вопрос. В наше время особенное. Потому что очень много церквей на Западе, в Европе, и вообще даже не только в Европе, но даже я знаю и в бывшем Советском Союзе, которые придерживаются, начали придерживаться того, что самое главное это благодать, благодать, которую Бог нам дал, это дар, а раз дары и призвания, они даются и не отнимаются, значит это навсегда, значит нету потери благодати, нет потери спасения. И это актуальная тема. Спасибо, что второй раз вы пригласили меня, что мы можем продолжить эту тему. И, конечно, благодать, как мы уже говорили в первой теме, это подарок, хороший подарок, незаслуженный подарок. Я приводил пример первой передачи, если телезрители вы не видели, хорошо было бы вам посмотреть первую передачу. Я говорил о том, на примере, как будто я дарю Баграту Мерседес. Все это как будто, к сожалению. Как будто, да. Ну, может быть, надо включить веру когда-то, когда-то, тогда может и будет. Ну, ладно, хорошо, я просто к примеру. Вот, то есть, это незаслуженный подарок. И человек тогда не имеет права хвалиться собой, а хвалится то, что Бог дал ему. И, конечно, это правильно. То есть, мы все люди на земле можем быть спасены благодатью по всему миру. Вот, если примем это, этот дар, мы, конечно, как христиане, приняли этот дар, мы это имеем. И вот теперь вопрос, Баграт ты задал, который очень важный, можем ли мы утерять этот дар? Ну, я возьму простой пример. Вот мне жена как-то подарила обручальное кольцо. Обручальное кольцо. Чудное мгновение, да? Бесконечное, круглое. Я его ношу, одеваю, как знак моей любви, верности. И я так рад, что мы с женой уже скоро будет 30 лет, как вместе прожили в браке, в любви, верности. И это ценим. Что, если я этот дар, который она подарила, не буду хранить? Вот. Ценить, хранить, заботиться о нем. Буду так вот, небрежно, играться с ним, забывать его. Могу и без кольца ходить. На, ладно, одену его. Так, где-то слетело. Ай, ладно, упало. Раз, полетело. Ничего такого. Ведь я могу потерять подарок. Любой подарок можно утерять. Кроме этого, нужно не забывать, что есть воры, которые крадут все подряд. И подарки тоже. Поэтому в этом мире есть вор сатана, который хочет украсить дары. Даже божьи дары. Также мы по своей небрежной, халатности, вот, мы можем утерять подарки, которые нам даны. И есть хорошее место в Писании. Это евреям. Послание к евреям, 12 глава. Здесь 15 стих. Сказано, наблюдайте, чтобы кто не лишился, то есть не потерял, не лишился благодати Божьей. Но почему это место здесь говорится? Нужно смотреть выше и ниже. То есть не весь контекст. А выше здесь говорится о том, что мы должны быть исправлены, как дети, когда мы непослушные. И если мы не исправляемся, то тогда мы теряем что-то. И здесь он, как апостол Павел, я верю, что он написал это послание, он конкретно, ясно говорит, что старайтесь, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. То есть если мы потеряем святость, мы не увидим Господа. 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились даже многие, чтобы не было между вами никакого блудника, нечестивца. И там дальше уже пример идет об Исаве. То есть оказывается, апостол Павел предостерегает, что благодать мы можем потерять. Здесь говорится о спасительной благодати, ту, которая нас послала. Что мы можем ее утерять, если мы ее не храним, не ценим. Я хотел бы еще одно место дать, очень хорошее. Это 10 глава Евреям, 26 стих. Здесь сказано, что если мы получили познание истины, это говорится о верующих, то есть мы познали истину, спасение, это все благодать, и начинаем произвольно, осознанно грешить, и не каемся. Я понимаю, что все мы где-то согрешаем. Я думаю, дорогие телезрители, нет такого человека, который бы не согрешил, даже из нас верующих. Где-то мы согрешаем, словом, если не словом, мыслью, не дай Боже, конечно, может кто-то согрешает поступком. Но когда мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит наши грехи, и очистит нас своей драгоценной кровью. Но если мы не исповедуем, если мы начинаем себя, это грехи замазывать, если мы начинаем заглушать свой голос совести, доброй совести, которая очищена кровью Иисуса, что тогда будет? Вот хорошо, у тебя есть жена? Есть. Вот, допустим, ты дома поругался женой. Приятно? Абсолютно. Бывает такое или не бывает? Ну, бывает. Ну, к примеру, может кто-то из нас что-то интересное рассказывает, а у второго, ну, предположим, нет настроения или занят своими мыслями, слушает не так внимательно. Это может привести... То есть неприятно, когда не слушает. И теперь представим, как много таких ситуаций в семье. Это хотя бы простой пример. А если, допустим, в семье там было что-то, покрупнее ссора. Там было что-то горче. Что тогда? Там взрыв был. И это порой, может быть, месяцы нет разговоров, нет общения. Вот. Потом, конечно, есть у мужчин свои эти самые физиологические. Он думает, ну, все-таки мне нужна жена. Жена ни в какую. Нету мира. Мужчина может садиться у порнографии, у телевизора, у компьютера. Может быть, какие-то дурные мысли и так далее. Потом бывают измены, потом будет брак трещит. И все с какой-то ерунды началось, с какой-то маленькой ссоры. Запомните, большие костры начинаются с маленькой спички. Ну, так ведь? Так ведь. Хорошо. И отсюда, может быть, разлад в семье и потом развод в семье даже. Потому что там уже за этим идут уже большие, как бы, следующие грехи, как мы говорим, неправильные поступки. И потом уже может быть развод. Это потеря союза. То же самое с Богом. То же самое с Богом. Смотрите, как здесь апостол Павел говорит, если мы получили познание истины, произвольно грешим, осознанно грешим и не раскаемся, то не остается больше жертвы за наши грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, то есть ада, готово пожрать противников. То есть мы делаемся противниками в этот момент. Помните, апостол Павел в одном месте говорит, что он, ну, в некоторых местах он писал, что у меня есть противники, которые меня гонят. Был такой один из них, Александр. Александр Медник, он так называл. Но оказывается, он был верующим. Оказывается, он имел веру. Оказывается, он имел спасение. Почему? Потому что он потерял веру. Это в Тимофею будет, апостол Павел, объяснять эту ситуацию, что храните добрую совесть и веру, потому что некоторые потеряли, потеряв веру, они потеряли тое кораблекрушение, то есть потеряли спасение. Но все началось из-за того, что они не следили за доброй совестью. Поэтому я хотел бы, конечно, напомнить этот стих в Библии, который на самом деле очень важный, чтобы мы не забыли его. Итак, мы можем потерять потерять спасение, получается, если мы не следим за своей совестью. Когда мы начинаем согрешать, когда появляется какое-то семя, которое может вырасти в горький корень, а отсюда может появиться уже от корня горькие плоды. И тогда эти горькие плоды задушат все хорошее. Сорняк может задушить все поле. Поэтому мы не должны его запустить в свое сердце. Никакие искушения, никакие грешки, потому что они потом вырастут в большие грехи. Никогда большие грехи сразу не приходят. Вначале маленькие согрешения. Если мы не раскаиваемся, не призываем кровь Иисуса, и если мы не следим дальше за своей совестью, будут следующие, следующие, следующие. И отсюда, конечно, мы можем утерять спасение, эту благодать. Поэтому я отсюда вижу, что есть очень серьезное предостережение по всему Писанию, во всех посланиях. Хорошо, понятно. Я хочу к Арсену обратиться. Арсен. Да, я слышу. Я слушал объяснение одного верующего христианина, который принял учение о вечной благодати. Он объяснял так, что всю свою христианскую жизнь он жил с осознанием греха в своей жизни, когда он принял, когда он поверил в эту вечную благодать, вот этот груз осознанности греха. Он просто освободился от этого груза. У меня вопрос, я хочу обратиться к Библии. В послании кремленинов в пятой главе написано, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Я хочу просто понять, значит ли это, что отпетым грешникам полагается большая часть благодати? как по-вашему? Нет, конечно, во-первых, я хочу дополнить чуть-чуть с другого ракурса то, что сказал пастор Леонид, я полностью согласен с его объяснением, потому что я часто встречал, как люди мне говорили, если Бог есть любовь, Библия нас учит этому, то мне все простится, то есть, что бы я не сделал, то есть, будет действовать эта благодать и мне все простится, но очень часто люди забывают, что Бог также судья праведный, то есть, нас в многих местах Библия учит, что Бог есть судья праведный, и начиная еще с Ветхого Завета мы можем видеть, как для меня ну, может быть, одно из ошеломляющих мест было это место во второй царств в шестой главе, когда царь Давид решил перевести ковчег Божий и во время переезда ковчега написано, что волы наклонили повозку и Оза просто просер руку, чтобы поправить ковчег и знаете, написано, что Бог поразил его и Оза умер и для меня было вопросом, почему Бог поразил Озу, Оза же там вроде доброе дело делал и все такое, да, и написано, что и Давид опечалился и повернули ковчег, отвезли в другое место, но мы можем в другом месте видеть, что Бог просто дал заповедь, кто имеет прикасаться, право прикасаться к ковчегу, кто не имеет права этого делать, то есть есть некий свод правил и законов, которые Бог нам дал, да, и их все равно надо придерживаться, вне зависимости от того, слово Бога, оно должно исполняться, мы приняли благодать, мы приняли спасение, но если мы отходим от этих неких божьих правил и сводов, то мы можем потерять это спасение, насколько Бог любящий Отец, но он не может поступать как судья неправедный, потому что праведность это в его сущности, он должен поступать праведно, поэтому, как сказал пастор Леонид, мы можем потерять ту благодать, которую имеем, именно из-за того, что Бог не только любящий Отец, но и судья праведный. Конечно, Арцен Джан, я понимаю, что многие люди слушают тебя и скажут, но это Ветхий Завет, это все Ветхий Завет, мы сейчас под благодатью в Новом Завете, где все проще. Но Иисус сказал, что я не пришел нарушить ни одну строку из закона. А другие тебе скажут, что Иисус упразднил закон заповеди учением. Поэтому, видишь, людей у многих, я думаю, вы, телезрители, согласны, что у многих людей, даже вот некоторых из вас есть такое понимание, что Ветхий Завет и это Ветхий Завет. Все старое прошло, теперь все новое во Христе Иисусе. Мы в Новом Завете, мы под благодатью. Но нужно понимать, что благодать, которую Господь дал нам, спасительную благодать, которую Господь нам подарил, вот, она не просто так была дана нам на самом деле. Это была дана высокой ценой, жертвой Божьей. Во-первых, Он исполнил, да, Иисус исполнил весь закон, потому что никто не мог исполнить. Все где-то нарушали. Если бы Он где-то нарушил, Он бы стал бы грешником и сам бы имел бы свою физическую смерть когда-то за свой грех. Но Он принял нашу мученическую смерть, не свою смерть, а нашу смерть из-за нашего греха. Вот почему Он пошел на грех. И это нас оправдало. То есть Он встал на суде и сказал, это не Леня сделал, это я сделал, меня судите. И меня Он оправдал, а мой грех понес и наказание понес. Это Он сделал для каждого, и для тебя, и для тебя, и для тебя, и для меня, для всех нас. Вот это и есть благодать. Он подарил нам оправдание и спасение. Но так же, что мы можем видеть, мы можем видеть, что в Новом Завете это не означает, теперь все, я по благодатию как хочу, так и живу. Почему? Вот этот вопрос, который ты сказал, мне вопрос, а даже свидетельство, что есть ребята, которые говорят, ну вот, я жил раньше как бы сознанием греха, а теперь, когда я поверил в учение благодати, я освободился от этого осознания греха, а теперь мне так легко, так хорошо, это самообман. Эй, самообман. Хорошо, ты что, сейчас можешь пойти напиться, ты можешь сейчас пойти у колодца, ты можешь сейчас пойти кого-то ударить, ты можешь кого-то убить, и нет никакого сознания греха, даже у неверующих есть это сознание греха. А, ты скажешь, я сейчас верующий, я спасен по благодати, тогда я просто хорошо живу. А если ты где-то поступил неправильно, ты что, нигде неправильно не поступаешь? Извини, если ты вообще уже не имеешь никакого осуждения в своих неправильных поступках, то у тебя совесть сождена. Полностью она уже ничего не говорит, как у отъявленного грешника. Поэтому что, тебе надо бежать, скорее, ко Кресту и сказать, Господь, что со мной творится? Я могу делать то, другое, третье, и не чувствую даже осуждения. То есть, учение о вечной благодати, оно может сжечь нашу совесть. Конечно. Очень, очень просто. Смотрите, дайте я еще раз прочитаю это место, чтобы люди некоторые ясно понимали. Хорошо, апостол Павел ясно пишет Тимофею. Он говорит, что имей веру и добрую совесть. 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. Имей веру, имей добрую совесть, которую некоторые отвергли. То есть, добрую совесть мы принимаем, когда мы каемся. Тогда кровь Иисуса очищает наш дух, возрождает, к спасению очищает совесть. И совесть начинает опять заново говорить. Я помню, когда я был грешником, да, я где-то выпивал, где-то там матюгался, где-то, но был грешником. И ничего, все нормально. Я говорю, все так живут, все ругаются, особенно в армии советской. Нисколько не осуждало меня, что я матом ругаюсь, потому что все матом ругались в армии. Даже офицеры команды давали матом. И я думаю, а, все нормально, так и так. Но когда я спасся, вдруг я начал осознавать это сквернословие. Я начал осознавать другие вещи, которые я раньше делал, и даже не чувствовал, что они неправильные. Потому что была сожжена совесть. Конечно, она не была полностью сожжена, но в этих вещах она была сожжена, потому что я ее не прислушался. В других вещах она что-то мне говорила, допустим, ну некрасиво с отцом ругаться, чувствовал себя плохо. Поэтому она где-то говорила, но в каких-то областях она была сожжена. И поэтому апостол Павел говорит, что некоторые отвергли добрую совесть. То есть это христиане. Мы имели веру, мы имели добрую совесть, мы имели благодать спасения. Мы отвергли добрую совесть. И тогда что? Которую некоторые отвергли. И потерпели отсюда кораблекрушение веры. То есть вера утонула. Вера не стала. И тогда что они стали делать? Такой имене Александру, который я предал их сатане, чтобы не научились больше и больше богохульствовать. То есть потому что они начали уже богохульствовать. Стали противником не просто апостола Павла, а всех христиан. И даже Бога. Они начали на Бога всякие вещи говорить. На самом деле это учение, дорогие мои, которое люди сейчас затрагивают. Что нет никакого, если я принял учение благодати, то я что хочу, то могу делать. И нет никакого у меня осуждения, потому что благодать не теряется. Теряется. Я тебе покажу по всем местам Писания. Иисус сам предупредил, сказал, не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет Царство Небесное. Люди скажут, я верил в Тебя, я Твоим именем Иисус бесов изгонял, больных Иисуса. Что Он скажет им? Отойдите от Меня, делающие беззаконие. То есть в данный момент, сейчас, в последнее время, не важно, что ты раньше имел, важно, чем ты закончил. В последнее время ты беззаконие делал, не каялся, твоя совесть была сожжена, и твоя вера буль-буль-буль утонула. И ты идешь в ад. Поэтому тебе надо покаяться, если ты грешишь и не каешься. Тебе нужно обязательно призвать кровь Иисуса, которая чистит тебе, даст мир с Богом, и даст опять жить тебе в благодати. Потому что благодать, как дар, потеряется, как я читал, можно лишиться ее. На самом деле, у тебя, наверное, вопрос есть, а то я могу сейчас целую проповедь сказать. Я хочу добавить, Баграт, извини, я хочу процитировать местописание к Титу, как раз в Титу во второй главе, в 11 стихе написано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть благодать нас приводит не к тому, чтобы мы грешили, а к тому, чтобы, наоборот, мы перестали грешить. Вот именно для этого явилась благодать, чтобы мы перестали грешить. И чтобы мы жили праведной жизнью, предназначенной, и менялись и внутренне, и внешне, и становились похожи на Христа. Конечно, первое – это благодать спасительная, которая спасает нас. То, что ты, Арсен, прочитал, это уже второй уровень благодати, или в чем благодать открывается для верующих. Это благодать, которая учит нас, учит нас не грешить и свято жить. То есть вначале мы получаем какой дар? Спасение. Спасение, да, да, да. А потом, какой мы получаем дар? Дар – чисто жить. Не грешить. И не грешить, и побеждать грех, и побеждать искушение. Вот почему Иисус сказал, противостоите дьяволу. Мы должны противостоять дьяволу, мы должны прогонять искушение именем Иисуса. Мы должны быть победителями, а не пораженные грехом. А если грех нас поражает, я еще раз вернусь к этому. Ты меня затронул, ты знаешь, так болезненно, ощутимо в том плане, что вот я принял учение о благодати, и теперь у меня нет осознания греха. Бедный ты тогда человек. Апостол Павел говорит, я имею сам осознание, что моя плоть хочет грешить, а мой дух не хочет. Что мне делать? Он говорит, бедный я человек. Но дальше что он говорит? Благодарение Богу, что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Но он говорит, что дальше? Я все равно каждый день распинаю свою плоть. Это значит, что плоть хочет грешить. Хотя он признал, да, учение о благодати, как говорят. Он признал апостол Павел учение о благодати. Бедный я человек, но закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, поэтому я могу жить и не грешить. Да, ты можешь жить и не грешить, если ты будешь пребывать во Христе. Если ты будешь распинать свою плоть каждый день, как апостол Павел делал, приходит искужение, но ты распинаешь. Приходит желание греха или старой жизни, и ты говоришь, нет, я новый человек во Христе. И все старое прошло, я не буду грешить, это мерзко Богу. И тогда ты побеждаешь, ты распинаешь свою плоть и не грешишь. Вот это истинная благодать, которая учит нас, о чем прочитал Арсен, учит нас жить чисто в этом мире, перед Богом, перед людьми. Пастор Леонид, у меня какой-нибудь интересный вопрос. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Но я бы очень хотел вот эту тему затронуть в нашей третьей передаче, если вы не против. А что, уже время прошло быстро? Нереально быстро проходит время. Давайте третью передачу посмотрим. Я хочу сказать большое спасибо, Пастор Леонид. Арсен Джан, спасибо большое. И вам спасибо большое. Встретимся в нашей следующей передаче. Всех благ вам. До свидания. Эта передача подготовлена с помощью партнеров телекомпании 7раз70. Благодаря вашей финансовой и молитвенной поддержке у нас будет возможность продолжать наши проекты. Если эта передача затронула ваше сердце, станьте нашим партнером, и мы вместе будем исполнять великое поручение нашего Господа Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова